Была игра интересна для зрителей, потому что две команды играли в футбол, скажу, не стояли на футбольном поле, а показали, что стараются где-то, чтобы интрига была. В первом тайме были моменты, я скажу, немножко больше создавали, где-то не забили, но второй тайм, совсем игра поменялась. Уже начал арсенал доминировать на поле, с каждой минутой мы все больше прижимали своим воротам, уже в последние минуты задача была устоять счет, сыграть на ноль. Ну, я хочу поздравить команду соперников, они очень хорошо играли, и я думаю, они были близки, ближе нас сегодня выиграть игру. Где-то счастье было в нашей стороне. Задача осталась 6 игр, я думаю, уже до конца чемпионата, там уже будем принимать решение, потому что где-то защитить. На линии в какой-то мере доволен, но нападение оставляет желать лучше. Пожалуйста, вопросы, Евгений Вильевич. Жень, заеду в руки, скажите, пожалуйста, предпочитайте, команда вас сегодня приобрела бы в том тайме очко или потеряла все это? Я думаю, приобрели, маячко приобрели. По-первых, там минут 15 не скажешь, конечно, были, хотели забить, но потом игра уже стала совсем другой. Еще вопросы, пожалуйста. Представляете. Ну, поймите правильно, когда мы хотели, так вот сразу начать доминировать в первом тайме, создавали моменты какие-то, но исполнительское мастерство где-то оставляет желать лучшего. Первые 15 минут были, моменты мы не использовали, потом где-то уже уверенность пропадает. А вот она какая была на игру? Ну, у нас каждая игра, поймите правильно, выжать по максимуму, где-то есть наши там сильные стороны, стандартные положения, где-то срадь за 1-0, где-то мы стараемся с этого. Надо нападающие, чтобы конкуренция была. Нет, именно на эту игру? Ну, на эту игру мы тоже хотели играть, поймите правильно. Ну, и ничья для нас, как говорится, неплохой результат. В первом тайме стандартном, практически, не было, все, ничего, второго. Пожалуйста, еще вопросы. Показалось, когда, что уже Арсенал начал давить в втором тайме, и что команда начала играть просто на удержании счета? Ну, мы, поймите правильно, я не буду сейчас завидеть свои проблемы, но мы знаем свои проблемы, и сейчас мы их не решим. Сталося 6 игр, которые мы хотим довести до конца уже, доиграть, а там уже будем что-то думать. Александр Конус. Асанфонов есть. Скажите, пожалуйста, немножко от сегодняшней игры отойти, чтобы просто понять. Скажите, в Саранске, главный вид спорта футбол или спортивная ходьба? Вот с вашей стороны. Ну, я на футбольном поле не видел пока, чтобы у нас ходили. Во время. Ну, я знаю, как я приехал, мне сказали, что там на первом месте, как идет спортивная ходьба, потому что там и база хорошая, показали, что все ставки делаются, как говорится, на спортивную ходьбу. Ну, футбол тоже поднимается, потому что я скажу, что выиграть, этот город выиграл, вы знаете, 2018 строится, как говорится, футбольный бум, потому что я думаю, что и мэр города, и все люди, которые там тоже это счастье выиграть такому городу, я считаю, там, который население не больше, и в два раза меньше, чем у вас, и принимает чемпионат мира. Пожалуйста. Слово, это слово, да? Это был, знаете, захочется первый круг, вы видели все команды, вы могли бы отменить, ну, кто их в своем месте? Не, ну, Арсенал хорошая команда, ну, видно, что футболисты играют, и футбол, и, как бы, там, не до такого, как там, андража, там, ну, видно сразу, как говорится, профессиональным глазом. Ну, мы еще с некоторыми, я пришел, как бы, там, после 10 туров мы сыгрались, я еще не все команды видел. Ну, так, я думаю, где-то все команды равны, кому, как бы, себя повезет, кто больше будет хотеть. Еще вопросы, Юрий Юрьевич, пожалуйста. А в атмосфере на стадионе, скажите, как вам все это? Не, ну, приятно, когда люди ходят в заполнение стадиона, говорят, сразу перед игрой продали 11 тысяч, они сразу сказали, ну, говорят, больше было. Самая ваша поддержка, вы поймите правильно, футбол играют команды, смотреть, когда команда играет в футбол, она может проиграть, может, все быть, неудача, но, если команда играет, и на поле отдается, это большой плюс. Но все-таки прослеживается в игре ваша команда некий киевский стиль? Ну, мы стараемся, как бы, по максимуму выжить, то чуть меньше затратить какие-то энергии, потому что, поймите, сейчас уже синий футбол, уже тяжело где-то играть. А поля мы, у нас самая главная проблема, это саранский, когда мы играем дома на искусственном поле. На везде играем, сейчас везде грязь, поле очень тяжелое, и у нас футболистов очень много, и все, как говорится, травм, самая такая заметная, это крестообразные связки. Я не пришел, спрашиваю, у того крестообразные связки, у того крестообразные связки. А вы знаете, что такое синтетика? Это синтетика, это сразу первое, футболисту можно сказать, что у него любая травма, это крестообразные связки. Это идет короткое торможение пути, как говорится, когда ты уже не отдаешься на футбольном поле. Вот это мы переменно, как говорится, дома играем на синтетике, на вы сидим, играем. Есть какие-то нежные команды, которые тоже синтетику имеют, но переход у нас очень сильный. А еще осенний футбол, где-то в грязь попадаем, и потом опять на синтетику, и это меняется. Вот я скажу, это большая проблема. Спасибо. Будут еще вопросы? Диме Трансфер на окно, вы планируете усилиться? Ну, я думаю, если руководство ставит задачу, я думаю, мы должны, потому что мы прекрасно все понимаем. Вы видите, правильно, желание тренера, это мое мнение, я считаю, что сначала руководство делает тренером, а потом тренер себя. Это для меня такая пословица, потому что если на встречу идут, помогают, то думаю, будет все нормально. Руководство компании «Мордов Цемент», оно регулярно бывает на ваших мальчиках на выезде? Да, конечно. Есть представитель, который с нами ездит.